Так, дорогие друзья, доброе утро. Доброе утро. Вот сейчас у меня есть логическая задача, очень серьезная логическая задача, как дальше действовать. Потому что в России сейчас 10, а в Украине 9. И вот мне непонятно, а сколько в Израиле? Интересно, сколько сейчас времени в Израиле? Сейчас, когда зайдут участники. Яков Шатайн пересадился. Яков, сколько времени в Израиле сейчас? Сколько в Израиле? Так, шалом. Шалом из Краснодара. Олег Арьемеснер. В Украине 9, в Москве 10, а в Израиле сколько? Кто знает, сколько времени в Израиле? Напишите мне, пожалуйста. Придется узнать самому. 10.00. В Москве 10, в Украине 9, а в Израиле-то сколько? В Запорожье 10. У нас 17.04 во Владивостоке. Отлично. Так, сейчас мы узнаем, сколько в Израиле. В Израиле сейчас мировые часы. Иерусалим 9, тоже 9, как в Украине. Значит, теперь вопрос, во сколько проводить урок? Я сейчас нахожусь в Москве, и поэтому 10. Мне вообще удобно всегда было в 10. Успеть можно помолиться, потренироваться, подготовиться, поучиться. То есть у меня 10, это уже середина дня. И если делать урок, а в Украине 9, это для меня никак неудобно. Поэтому, скорее всего, будет, если урок в Украине и в Израиле останется в 10, а в Москве это тогда будет в 11. То есть вот такая у нас будет история. Будем идти в 10 по тому времени. Вот давайте так, будет 10 по тому времени, где я нахожусь. Вот это решение. 10 по времени, где я нахожусь. Хорошо, дорогие друзья, сегодня у нас 15-я мешна. 15-я мешна и 15-я. Значит, мы уже почти заканчиваем. Я сейчас вот по этой мешне точно понял, я точно понял, что 5-я глава – это объяснение 1-й, 2-й, 3-й. То есть 5-я глава, даже здесь часто не написано, кто что сказал. То есть 5-я глава – это уже более детальное объяснение того, что было сказано выше. И интересно очень, что вообще в жизни этот метод очень важен. Идти от глобального к детальному. То есть нужно вначале увидеть лес, а потом рассматривать деревья. Понятно, да, идея? То есть очень важно видеть общую картину. То есть у людей есть свойства ума, некоторые очень детальные. То есть они видят мир через детальки. Вот они видят деревья. Вот смотрит человек, например, и он видит одну деталь. Он видит мелкие разные такие точечки, деталечки и так далее. Другой человек, он видит сразу всю картину. Он вообще детали не видит. Но идеально увидеть, уметь менять вот это вот фокусное расстояние, уметь менять ракурс, да? То есть увидеть картину в целом и потом уйти в детальку. Потом опять расшириться, увидеть картину в целом и опять уйти в детальки. То есть это идеальный вариант «Золотая середина». Теперь мы в первой главе. Значит, смотрите, вот хороший вопрос Максим задал, перенечу. Как знать будет, какой урок будет завтра? Я до пятницы в Москве. Пятницы у меня не будет. Анонсы я даже не знаю, как делать. Я советую, давайте так сделаем. Давайте будет группа, вот кто хочет, кто ходит на уроки регулярно, да? И кто хочет даже получать записи этих уроков, давайте сделаем группу в WhatsApp. Группа в WhatsApp. И она уже есть, группа в WhatsApp, и можно на нее подписаться. И в этой группе WhatsApp будет время урока и будут видео уроков, которые прошли. И те, кто не заходят в Facebook или удобнее смотреть с телефона, они совершенно спокойно заходят в эту группу и видят, во сколько урок завтра. Может быть так сделать. В общем, Яков Шатадин, он подумает, посоветуется, и мы придумаем, как делать. Но пока эту неделю я в Москве, а следующую я в Тиеве. Следующую неделю урок будет в 10 по украинскому и по израильскому времени. Вот так. Сейчас я просто не могу делать так. Хорошо, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Помните, мы учили, в первой главе была Мишна, Йосип Бен Юэзер Ишт Среда. Такой был великий мудрец. Йосип Бен Юэзер Ишт Среда. Он говорил, пусть будет твой дом домом собрания для мудрецов. То есть он нам посоветовал так, что так как человек, он впитывает, с тем поведешься, от того и наберешься, то он нам посоветовал сделать свой дом домом собрания мудрецов. То есть общаться максимально с мудрыми людьми, у которых есть очень такой истинный взгляд на мироздание, на мир. То есть мудрец – это хахам, это тот, кто знает божественную мудрость, знает Тору. И вот этот вот хахам, который знает мудрец, который знает Тору, если ты с ним общаешься, с тем поведешься, от того и наберешься. Но в общении советуют нам Йосип Бен Юэзер. Нужно уметь поставить себя в состояние, в котором ты можешь понимать эту мудрость. Недавно я ехал с одним человеком, и он такой еврей, кибернетик, очень умный. Я ему хотел что-то сказать из Торы. Из Торы, которую он не знал просто потому, что он не знает иврит, он не читал это все в оригинале. И он не потратил на это 20 лет жизни, как я 20 лет и уже учу Тору. Я хотел ему это рассказать, но он сразу меня перебил и начал мне рассказывать, как он себе представляет, как работает мир. И вместо того, чтобы что-то узнать, он просто делился со мной тем, что он когда-то от кого-то слышал, и может быть оно так, причем он сам не был уверен, что это так. Он просто как бы рассуждал. Сказал нам Йосип Бен Юэзер, что пусть будет твой дом в домом собратья мудрецов. И поставь себя, раньше мудрецы сидели на таких скамьях, а люди сидели на коврах, ученики, на коврах они сидели, на земле. То есть нужно уметь себя поставить в ситуацию ученика. Как есть известная притча, как приехали, я слышал про профессора, что приехали какие-то ученики к профессору, и он говорит, сейчас будет первый урок, но вначале давайте попьем чай. И он начал им наливать чай, и он наливал из чайничка им чай, и уже чашки были полные, он продолжал лить. И чай начал литься через верх каждой чашки, и они ему говорят, что вы делаете? Он говорит, это первый урок. Первый урок в полную чашку чай не нальешь. То есть если вы считаете, что вы уже знаете, это единственное... Я когда учился у Равинара, Яков Баум, он говорил, есть разные типы учеников, но есть один тип, которого обучить невозможно. Это вот нереально его обучить. Что это за тип ученика? Он говорит, это ученик, который думает, что он знает. То есть его тогда обучить невозможно, а он же уже уверен, что он знает, он уже полная чашка. Теперь нам сказал Йосип Энвезер, каким надо быть учеником, и надо пить с жадностью слова мудрецов, имеется в виду настрой и интерес. То есть если ты с интересом, вау, типа я хочу узнать божественную мудрость, то тогда ты, как говорил царь Соломон в притчах, если как серебро ты будешь искать, и как сокровище ты будешь это знание разыстивать, как люди ищут сокровища, ездили, искали на какие-то острова, сокровища, ас, он говорит, тогда если ты будешь с такой страстью искать божественную мудрость, ас, тавины, рат, ашем, тогда ты поймешь страх перед Богом, ва, да, ты, луким, кемца, и когда ты, луким, это постижение божественное, ты найдешь. То есть ты поймешь реально, как все работает. Если у тебя будет вот такая страсть, потому что Бог дает хахма, яшем, но, тэн, хахма, Бог дает вот эту божественную мудрость, мипив даат у твуна, из его рта идет даат, познание, и твуна, разумение переводит. Теперь, это была первая мишна, первая глава, первая глава. Теперь мы сейчас находимся в пятой главе, в пятнадцатой мишне, и нам говорит, я даже не знаю, просто здесь идут у нас подряд, перечисления типажей, разных типажей людей, разных типажей психологические типы, типажи учеников, и здесь нам говорится в пятнадцатой главе, есть четыре качества у сидящих перед мудрецами. Вот здесь уже сел ты, пылишься в прахе ног мудрецов, сидишь перед мудрецом, слушаешь его Тору. Он говорит, здесь есть четыре типа, четыре типажа учеников. У Юшвим, Лифне, Хахамин, сидящих перед мудрецами. Первый, сфок называется, сфок, это который все впитывает, он все впитывает, как губка, которая все впитывает. Второй, у Машпех. Машпех, это который выплескивает, все выплескивает. Третий, Мишамерет. Мишамерет, это сохраняющий, сохраняющий, но сейчас мы узнаем, что он сохраняет. И четвертый тип, Нафа, это просеивающий. Нафа, это тот, кто, как знаете, вот муку просеивают, кто еще видел вообще, как муку просеивают. Раньше любой человек знал, как муку просеивают. А сейчас только религиозные знают, и то не все, потому что вообще по правилам кашрута нужно муку просеивать, чтобы в ней не было жучков и личинок. Это очень запрещены жучки и личинки. Ну, обычно сейчас уже покупают муку какую-то упакованную. И вообще сейчас никто не печет. Раньше пекли, у меня жена до сих пор хлеб печет. К шабату у меня жена печет халы. Такие хлеба сама печет. Значит, поэтому я знаю, что есть ситочка. Вот это сито надо просеивать. Значит, еще раз. Четыре из качества у сидящих перед мудрецами. Первое, это впитывает. Второе, выплескивает. Третье, сохраняет. Четвертое, просеивает. И дальше объясняет нам Мишна. Сфок. Кто такой впитывающий? Шоусофэкатаколь. Он впитывает все. Он впитывает все без разбора. То есть, он просто идет, на него поток информации. Он все впитывает. Значит, здесь есть в этом и плюс, и есть в этом минус. Все впитывает. Есть, когда вы помните, было пять учеников. Было у Рабан Йохана на Бен Закая. Был Раби Лезер Бен Урканас. Ше Энаме Абет Борсут. Колодец. Колодец, который обмазанный глиной. Ше Энаме Абет Типа. Он не теряет ничего. Тут есть, если ты уже впитываешь у такого мудреца, мудреца, отлично. Но, как говорил нам Шлома Абет в Экклезиасте, Эн цадик шелохота. Нету цадика, который бы не согрешил. И мудрецы, они между собой спорят. Мудрецы между собой иногда, у них есть разные, как бы, разные чуть-чуть системы и взгляды. И тот, кто впитывает все абсолютно без, без вообще разбора, это хорошо. Но в этом есть свои, свои минусы. Дальше он объясняет, кто такой Машпех. Шемахнис Безо Умутси Безо. Значит, тот, кто впитывает, он тут, он впитал, услышал, тут у него выплеснулось. То есть он не сохраняет, не запоминает, не использует. То есть он просто сидит перед мудрецами, он воспринимает, но ничего не понимает и ничего у него не сохраняется. Есть, но у него есть большая награда, большая награда за то, что он сидит сегодня перед мудрецами, а не, значит, чем-то другим занимается. Есть известная история, как один отец, такой рабочий, работяга такой, он приходил каждый день после работы в бэтметраж, в дом учения, и учил Тору, на урок Торы. Но он приходил на урок Торы и засыпал. Ему Равин говорит, как-то после урока, он ему говорит, вы знаете, говорит, вот я за вами наблюдаю уже месяц, вы приходите и засыпаете. Ну, говорит, зачем вы приходите? Какой в этом смысл? То есть, может быть, вы лучше пойдите после работы, поспите, отдохните, Тору поучите рано утром. Он говорит, вы знаете, я думал на эту тему, я думал на эту тему, но я все-таки буду приходить после работы. Несмотря на то, что я засыпаю, я постараюсь не засыпать, но я устаю там, но буду приходить все равно только после работы. Тот говорит, а почему? Он говорит, вы знаете, у меня есть сыновья, и если я после работы буду ложиться спать, отдыхать, какой им дам пример? Утром они не видят, как я учусь. Утром они, ну, то есть, еще рано очень, если я перед работой буду идти, они еще спят. А так они знают, что для папы урок Торы это самое важное, и он даже после работы идет, уставший, не уставший, идет Бэтмедраж на урок Торы для того, чтобы постигать Тору. Он говорит, для меня пример для детей важнее, чем мое личное, мое личное развитие. Вот так вот он сказал, и я думаю, что он даже с этого урока получил и больше награды, и больше знаний, и больше постижения, потому что надо понимать, что Тора — это не просто какое-то знание, как там математика или физика. Тора — это мысли Бога, то есть это через изучение Торы с намерением постигнуть божественную мудрость, ты соединяешься с божественным светом, и там начинают действовать совсем другие законы. Это не математика, не английский, тут работает по-другому. Теперь, что такое дальше, объясняет Мишна, что такое Мишамэ? Шмарим — это остатки осадок в вине. То есть в то время, это 2000 лет назад, эту Мишну записывали, значит, все знали, что вино в то время, так как было всяких сульфитов, там сер, как сегодня делают, да, там химии разной, в то время вино было именно натуральное, и в каждой бутылке оседал вот этот осадок, который был непригодный к питью. Так он говорит, что тот, кто сохраняющий, но именно от слова вот этого шмарим, остатки. Шемуци это яйн векулетет эт ашмарим. Это тот как раз самое плохое качество, когда он в каждом уроке, он наоборот, мудрость, вино он упускает, а он воспринимает, впитывает только вот эти вот осадок и остатки. Есть такое свойство у ума человека, что он замечает в окружающем мире именно то, на что он намеревается, то, что у него вот он ищет. Вот у меня очень так, я это когда-то понял, вот у меня есть намерение, я хочу найти ответ, или я хочу понять, как это сделать, я хочу понять, как мне поступить в этой же ситуации. Я четко проявляю свое намерение, и дальше начинаю там что-то изучать, делать что-то и так далее, и в какой-то момент у меня оп, и рождается, всплывает из подсознания, всплывает полностью ответ, готовый уже. И вот здесь важно, с каким намерением человек идет учиться. Если у него намерение воспринять вот эту божественную мудрость, он ее воспримет. Если у него намерение найти, где там, где ошибка, где не сходится, где можно не доверять и так далее, как есть, вот у меня есть несколько знакомых, очень умных людей, но они приняли решение, что они в Бога верят, что они в Тору верят, но верят только в письменную Тору. Очень умные люди. И они реально там по жизни умные, очень богатые, очень прям, ну реально, логика у них железная. Но они, вот, каким не приводишь доказательства, что без устной Торы нет письменной, и что они были даны вместе, они не слышат как наглухо. Почему? У них есть намерение, уже решение, что устную Тору я не приму, потому что тогда мне придется все соблюдать, тогда я оказываюсь человеком, который нарушает. А так в письменной Торе написано, там, например, день шаббат не соблюдай, не работай. Зачем я буду там изучать устную Тору, что имеется в виду? Я не работаю, я хожу в кино, играю в футбол, езжу на пляж, типа у меня все нормально. То есть, вот это вот третье качество, Миша Мерет, это тот, кто выплескивает вино, и воспринимает только шмарим, вот эти вот только те остатки, которые не являются лучше чаще вина. И кто такой Нафа? Шемуция, это кемок, векулетет, это асолет. Значит, просеивающий, это тот, кто умеет даже среди, среди Торы, да, то есть Тора, это божественная мудрость, выбрать основу, выбрать приоритет. В этом мире все очень неоднородно. Когда-то был такой итальянский один экономист, Паретто его фамилия была, Паретто, он открыл такой закон, закон Паретто, что все делится, там условно на 20 на 40, есть 20 процентов действий, приносит 80 процентов результатов, 20 процентов клиентов, приносит 80 процентов прибыли, ну и так далее. То есть, все делится вот непропорционально, неравномерно. И из этого закона я делаю, еще одно очень интересное следствие, что если мы возьмем 20 процентов эффективных действий, которые дают 80 процентов результатов, то среди эффективных действий окажется есть 20 процентов самых эффективных. Получится из 20 процентов, это 4 процента от общего числа. Получается 4 процента действий приносят от 80 процентов 80 процентов, это 64 процента результатов. То есть есть действия, которые очень-очень эффективны, есть знания, которые мега эффективны. И говорил Баальшемтов, что нужно изучать Тору, чтобы точно знать, где заповедь из Торы, где заповедь постановления мудрецов, а где обычаи, чтобы из-за обычая не нарушить заповедь мудрецов, из-за заповеди мудрецов не упустить заповедь из Торы. То есть нужно всегда знать, где основа, где вот этот вот главный рычаг, на который надо давить. И четвертый тип сидящих перед мудрецами, они умеют даже из муки, мука вся хорошая, выбрать соль, это тонкая мука, которая самая хорошая. И очень важно после каждого урока Торы, да, выбрать для себя три главных идеи, которые для вас реально важны, и сразу начать их применять в своей жизни. То есть Тора это сделаем, а потом разберемся. Так сказал еврейский народ на горе Синае. Они Богу сказали, наосе венишма, сделаем, а потом будем разбираться. Так вот, очень важно выбрать три главных идеи каждый урок, выбрать для себя три идеи и сразу же моментально начать их применять, сразу сделать какое-то действие, которое подтвердит, что вы как бы учите Тору для того, чтобы делать. Все, друзья, удачи, успехов. Я вам желаю каждый день учиться, делать заповеди, молиться Богу, иметь четкое намерение, что вы хотите, и определиться, как вот сейчас была первая недельная глава, значит, вы за кого. Если вы за Бога, за духовный мир, если вы верите в Тору, в божественное происхождение мира и человека, тогда у вас намерение вкладывать туда, вкладывать заповеди, вкладывать знания, вкладывать действия. Если вы за материальный мир, тогда вы начинаете в нем путаться, тогда маркетологи вас поймают. Я вам точно говорю, маркетологи, умные люди. Сегодня как раз на тренинге я буду рассказывать, как маркетологи зомбируют общество потребления. Все, удачи, успехов, всем пока. Хорошего дня, напишите свои выводы, поделитесь, поделитесь уроком. То есть нужно активно продвигать Тору Ваикра, это и возвал. Бук взывает к человеку, говорит, первому человеку он сказал, где ты? Он говорит, где ты? Ты там или там? А первый человек спрятался, ему было стыдно. Он говорит, ну вот я не знаю там. Все, друзья, удачи, успехов, всем хорошего дня.